всем привет спасибо говорю в очередной раз за то что пишите комментарии под моими изумительными монологами спасибо за то что материально поддерживаете канал мне это все вместе очень приятно особенно комментарии да ну и напомню вам о существовании плейлистов на канале если вы хотите какую-то пластинку увидеть в моих руках посмотрите на плейлисты или в плейлисты возможно там уже есть эта пластинка потому что ну достаточно много роликов уже действительно что-то да может быть совпадет но не совпадет так и не совпадет напишите тогда в комментариях я хочу увидеть у вас вот это 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 там да если вдруг чудом эта пластинка окажется в моем шкафу точнее в шкафах я ее с удовольствием покажу если будет настроение подходящее вот ну а сейчас немного о себе как говорят знаете что хватит хватит задавать вопросы расскажите о себе спросить меня расскажите лучше о своем творчестве да но это так отвлекся так вот о себе одно из моих образований это режиссер массовых праздников я учился в ленинградском институте культуры правда я ушел с третьего курса потому что у меня были другие дела я стал заниматься снова стал заниматься музыкой путешествовать и так далее но кое-чему научился и в частности довольно неплохо изучил творчество и работу господина луначарского господин луначарский устраивал потрясающие массовые праздники которые назывались мистерии в санкт-петербурге в петрограде точнее и это были это было действительно были действительно грандиозное зрелище сопоставимые наверное с такими вот гигантскими праздниками в третьем рейхе которые происходили ну я извиняюсь конечно но это это история тут не никуда не денешься от этого ну и какие-нибудь древнеримские бакханалии но древний рим тут отдыхает потому что то что строил луначарский это было действительно грандиозно там мистерия освобожденного труда вот в википедии написано парни чуть-чуть правда совсем написано что там 6000 артистов было задействовано 500 музыкантов на самом деле больше потому что еще народной массы присутствовали вокруг была интересная история взятие бастилии которые в цепку в центральном парке культуры и отдыха ныне устроена там есть острова небольшие на одном из островков была построена бастилия и и брали народные массы то есть переодетые поднародные массы артисты ну и взять и зимнего дворца конечно и такая была так сказать народный праздник большой народное гуляние взятие зимнего дворца вот там тысячи артистов опять музыканты и знал ли бы один из композиторов который писал музыку для этих самых мистерий что будет происходить с его творениями звали этого композитора дмитрий темкин он в двадцать первом году эмигрировал из советской россии в берлин потом уехал в америку и в голливуде сделал невероятно успешную карьеру количество фильмов которым написал музыку не поддается никакому учету точнее поддается но это надо в интернете смотреть там гигантский гигантские списки писал симфонические произведения писал джазовые пьесы и писал песни еще и одна из этих песен так понравилась нине симон что она стала исполнять его на концертах и однажды это исполнение услышал дэвид бауэ и так ему понравилось исполнение песни написанной дмитрием темкиным русским композитором родом из полтавы кстати говоря ну я сказал что в двадцать первом году из петрограда уже в петрограде учился консерватории все все вот это вот все уехал в берлин двадцать первом году вот и так боу и понравилась эта песня что он записал ее спел и записал и вышла она на пластинке station to station в 1976 году вот эту пластинку я и показываю вам сегодня дэвид бауэ и station to station wild is the wind называется песня дмитрия темкина написанную написанную дмитрием темкином и исполненная дэвидом бауэ здесь почему я так застрял на этой песне потому что году в 77 наверное я услышал впервые этот альбом 1900 в 77 году я уже учился на первом курсе института не культура а другого института в культуре а потом поступил уже вот и пластинка была мне абсолютно непонятной мне понравились здесь две песни первая и последняя первая station to station естественно и последняя wild is the wind wild is the wind эта версия она потрясла меня пением был просто и кстати говоря многие считают что эта пластинка одна из лучших демонстрации уникального голоса дэвида бауэ и что здесь едва ли не лучше его вокальная работа ну я с этим не соглашусь потому что после этого альбома была масса еще чудесных записей где он развернулся голосом так что но не хуже во всяком случае чем здесь ну wild is the wind удивительно спета удивительно просто и сила голоса показана и эмоции и драматургия и финальный выход из из такой отчаянного боба когда сорвался из лирики сорвался на откровенную такое вот мужское страдание такое и вот после вот этого грязного такого выход на фальцет последняя нота высокая это просто потрясающе просто так здорово и меня эта песня конечно проняла 17-летнего студента до сих пор не может отпустить и клип замечательно эту песню существует ну а потом уже я стал вникать в этот альбом и полюбил его крепкой любовью до сих пор люблю и и считаю для себя его одним из лучших одним из лучших наверное альбомов дэвида очень хорошая штука хотя записывал на вов удивительно измененном состоянии сознания и предыдущая эта пластинка была young americans уже хотя он был еще более-менее тогда адекватен но уже начал худеть от употребления разных препаратов разных веществ в виде белого порошка все знают что это такое не буду называть имен не буду называть этот порошок тем именем которым он зовется ну не хочу не знаю почему не люблю наркотики потому что вот вот почему и когда он записывал young americans вокальная группа стоящие из неков я говорю слово недор не стесняясь потому что ничего в этом обидного нет на самом деле это придумали бледнолицы и консерваторы которые называются либералами и пошли они сами знаете куда так вот черная негритянская группа была удивлена что пришел какой-то бледнолицый тощий паренек который ветром качает и вдруг расписал вокальные партии сам спел так что они дает доселе и не слышали что такое бывает а на station to station он совсем уже сдал физически потому что употреблял еще больше чем на young americans и как он заявляет как он заявлял точнее он вообще не помнит как происходило эта запись игрушу я однажды прочитал что мы записывали этого в лос-анджелесе и по словам очевидцев уже складывать картина как это было но куть общему удивлению получилась великолепнейшая запись чудесно спета прекрасно аранжировано два гитариста карлос ламар и эрлслик выдают в частности на песне стей такой джем вдвоем причем он такой и джазовые и фанковые и роковые и никаких вот этих вот одноголосых гонений гамм нет а одна ритм гитара другая ритм гитара и это солирующие ритмы такие солирующие партии ритм гитар настолько они здорово переплетаются и настолько затягивают и бас странный очень очень нервная очень нервная музыка на который поют уже дэвид боу и очень нервная гипнотизирующая она со странным размером вроде четыре четверти а вроде и не четыре четверти там так все там так аранжировано что бас как-то играет одно ведь и все играют другое а вместе получается 4 четверти как бы очень 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 тонко композиторские сделано и гитарная работа потрясающая совершенно ну а station to station заглавный номер 10-минутное полотно из трех частей ритмически сильно отличающихся друг от друга и намек такой на то что будет дальше в берлинской трилогии намек на мрачный европейский пейзаж ну на берлин в частности удивительно сделан сделан вот этот вот мрак и тяжесть небольшим количеством казалось бы инструментов то есть бас фортепиано перкуссия везде везде здесь есть перкуссия которая с одной стороны такая африканская да а с другой стороны абсолютно европейская холодная музыка все вот так вот это мастерство аранжировки это так сделано трудно представить себе что было в голове у дэвида боуя когда он писал эти аранжировки а он их писал потому что сочинял все таки вместе с карлосом ламаром который очень помогал сильно гитарист и вот фортепиано с басом который играет долго 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 риф две ноты ту да и казалось бы дольше чем нужно вроде бы но это не смущает не ломает медленно и медленная часть первая вторая часть я как музыковед 2 6 в среднем темпе эти часть быстром темпе олегра понеслось но все холодно не скажу что мрачно тревожно холодно тревожно и очень урбанистично после фанкового young americans который разгуляй такой раз люли-малина здесь просто все все холодные стены мрачного черного города и golden games даже диско воспоминания диско она тоже как бы только воспоминания никакого веселья здесь нет в этом году несмотря на тело глава который поет боуи там в бэк-вокалах и все время снизу подкладка из непонятных совершенно звуков гитары русли говорил что они напридумывали такие гитарные тембры которых доселе ни у кого не было никогда и потом слик продолжал с этими тембрами работать у него сольные пластинки очень интересные есть и на концерте он играл такими тембрами можно посмотреть концерты боуи после station to station по времени после 76 года там слик выдает очень странные конечно истории word on a wing следующая песня начинается с нежнейших лирических фортепианных фраз и переходит постепенно переходит в напряженную плотную такую давящую структуру с гитарами со всеми прелестями и начинается первый куплет поэт боуи таким речитативным почти речитативом а потом вдруг начинает петь вдруг после речитатива интимного такого достаточно вдруг начинает петь сначала вокальная гармония как бы бэки как бы бэк-вокал пошел а потом этот бэк превращается в лидирующую партию и распевность пошла недаром говорят что одна из лучших вокальных работ боуи здесь твс и one five тоже с игривой перкуссии вроде бы и вроде бы как весело а потом начинается драма везде вообще сплошная драма 1 на этом альбоме стей я уже говорил что это гитарная работа на которой можно поучиться и на басовой работе здесь тоже можно поучиться во всю хотя казалось бы там играется мало нот но играются мало но там где нужно их играть и в размере в таком который еще поди сообрази что можно в четырех четвертях вдруг начать вот так как-то как грел моя бабушка выкобениваться в хорошем смысле этого слова в общем пластинка изумительно брайан и на называл и этот альбом одним из лучших альбомов рок-музыки вообще из всех из всей рок-музыки ну я так не скажу но я скажу что это одна из лучших пластинок дэвида боу и для меня то точно если мне там у него так много пластинок что назвать одну лучшую я не могу если мне скажут там алексей назовите 10 лучших пластинок дэвида боу и это будет там точно station to station я ее обожаю слушаю редко но метко но с огромным удовольствием а это кадр из фильма в котором боу и снимался в тот момент человек который упал на землю и кстати твс иван five песня как говорят навеяна ситуации когда дэвид боу и оказался в студии где было много-много телеэкранов и на каждом из этих телеэкранов он увидел себя своего персонажа этого может быть это были галлюцинации я допускаю но зато родилась хорошая песня твс иван five пошел пить пока до новых интереснейших встреч всего хорошего